Звоните срочно подругам, оповестите округу и расскажите супругу, распродажа идёт. Не нужно ждать больше чуда, тут скидки больше друг друга. Курьеры мчатся по кругу, это нам не забыть никогда. Распродажа 11.11 на Озон. Успейте! Приветствую! Октябрьский дайджест уже настал. Ура! Конечно, ура! Сначала поговорим о всяких кошмарках. Например, об Ужасающем 3, успех которого неожиданно меня удивил. Дело в том, что я всегда воспринимал эту франшизу как жёсткий трэш-грайндхаус, созданный для узкой аудитории, которая кайфует от обилия оторванных конечностей и расчленёнки на экране. И вот сюрприз. Ужасающий 3 вышел даже в российский прокат и смог покорить как и критиков, так и зрителей, собрав внушительную кассу при бюджете всего в 2 миллиона долларов. И получается, что в мире по-прежнему востребованы старые добрые слэшеры. Режиссёр Дамьен Леоне сотворил удивительное. Он смешал Майкла Майерса, Пеннивайза и Фредди Крюгера и родил новую икону жанра – клоуна-маньяка Арта. Этот образ стал настоящим символом современного слэшера. Хорош чертяка. На этот раз действия происходят под Рождество, а сумасшедший клоун по-прежнему безжалостно рубит подростков направо и налево. Смысл во всём этом минимальный. И понравится это только тем, кто уважает жанр и ценит ультранасилие на большом экране. Если вам в кайф смотреть на то, как психопат 2 часа кривляется, рубит жертв и развешивает их органы на ёлку в качестве рождественских игрушек, то это кино определённо для вас, больные вы ублюдки. В этом, конечно, и есть свой шарм, однако количество мясных сцен настолько велико, что ко второму часу просмотра ты устаёшь не только от скучных героев, но и от попыток авторов ввести в сюжет какой-то лор. За попытки, конечно, спасибо, но кроме безумного рубилова, фильм всё равно ничего вразумительного предложить не может. Хотя, в любом случае, результат впечатляющий. Клоун-арт прошёл долгий путь, от любительских короткометражек до фильма, который в американском прокате сумел даже посоревноваться за унывным Джокером 2. И сам факт того, что ужасающий 3 сумел привлечь внимание, действительно впечатляет. И я никому не рекомендую этот фильм, кроме тех, кто по-настоящему любит жанр. И очевидно, современный зритель жаждет ещё больше кровавого насилия, а создатели ужасающего будут идти напролом и продолжат лепить сиквелы, а человеческие органы дальше будут летать направо и налево. Намечается целая эпическая франшиза, которая, возможно, однажды перерастёт в нечто вроде киномыла. Кто знает, придётся всё смотреть. Ещё один любопытный факт. Ужасающий 3 в российском прокате обошёл фильм «Анора», который, между прочим, стал победителем Каннского кинофестиваля в этом году. «Анора» — это независимая трагикомедия американского режиссёра Шона Бейкера, где большинство ролей исполнили российские и армянские актёры. И это действительно уникальное явление, особенно в текущих обстоятельствах. Фильм стал для меня приятным сюрпризом, потому что я от него ничего не ожидал. С одной стороны, можно в кассовом провале картины обвинить прокатчиков, но мне кажется, что проблема гораздо глубже. Даже посмотрев трейлер и постер, вы ни хрена не поймёте, о чём этот фильм. Рассказывает всё это дело история об американской стриптизёрше Энни, которая знакомится с Ваней, молодым мажориком, сынком олигарха, показывающим ей роскошную жизнь. Но когда Ваня влюбляется и делает ей предложение, новость об этом моментально разлетается по жёлтой прессе. В дел вмешиваются родители Вани, которые отправляют своих людей разобраться с ситуацией. Ваня убегает, а Анора остаётся наедине с двумя армянинами и дуболомным Юрием Борисовым. Вместе они попадают в абсурдные ситуации, слоняясь по Нью-Йорку в поисках Вани. И я специально рассказываю, о чём этот фильм, чтобы было хотя бы примерное понимание. Раз прокатчик не справился, придётся рафанить. Герои постоянно ругаются, попадают в нелепые, замкнутые ситуации. И всё это под эгидой притчи о старом добром социальном неравенстве. Это, по сути, красотка наоборот, где стриптизёрша оказывается сильнее богатого, но слабовольного мажора. И если не ждать от этого фильма срыва покровов, что может быть свойственно лентам, получившим золотую пальмовую ветвь, то от Аноры можно получить огромное удовольствие и поржать от души. Картина не претендует на революцию в жанре, но предлагает увлекательный и реалистичный сюжет с отличной игрой актёров. Аноры — это классное кино, которое не обязательно смотреть в кинотеатре, но с ним определённо стоит ознакомиться. Лично я добавлю этот фильм в свой список лучших картин 2024 года. Туда ж запихну и субстанцию, но об этом уже поговорим в киноитогах. Продолжая тему ужастиков, на ТНТ стартует сериал «Гудбай Америка», позже сокращённый да просто «Гудбай». В центре него Дмитрий Дюжев, играющий Джо Байдена, президент США, который по сюжету оказывается в России. Идея, на первый взгляд, неплохая. Могла бы получиться такая крутая политическая сатира уровня Барата, где старику Джо просто стало скучно, он едет в Россию, теряет документы и начинает адаптироваться к местным реалиям. Однако, конечный продукт выглядит намного печальнее. Дюжев кривляется настолько, что становится символом зловещей долины, способным вызвать не смех, а страх. Судя по всему, авторы сериала не смогли довести его до уровня гротескной комедии и скатились в карикатуру, больше напоминающую вялотекущую пропаганду, где американцы постоянно удивляются этой загадочной русской душе. Мы им гадости, они всё счастливы и счастливы, что ж ты будешь делать? А рекламные зарисовки от ТНТ заставляют задуматься, уж не попали ли мы в кривое зеркало. Где здесь выход? Джо, тут только чёрный выход. Афроамериканский выход. В итоге, Гудбай легко претендует на звание одного из худших сериалов года. А если вам есть чем изразить, то обязательно пишите в комментариях. Страшные дела происходят, дорогие друзья. 18 октября каналу Чак Ревью исполнилось 13 лет. Безумная цифра, от которой волосы встают дыбом. Ещё годик и канал сможет получить паспорт. Огромное спасибо за то, что мы дошли с вами до этого момента. И спасибо, что остаётесь на связи. Я вас безумно люблю и обожаю. В честь этой даты, совершенно случайным образом, в ноябре у меня будет несколько мероприятий, на которых у вас будет возможность со мной увидеться. 14 ноября. О, в театре, в 17.00 мы проведём съёмки выпуска «Барахло из ящика» с живой аудиторией, куда мы вас и приглашаем. Попытаемся создать весёлую атмосферу из оригинальных выпусков, чтобы протестировать новый формат. Конечно, это эксперименты. Будет очень интересно посмотреть, каким окажется живой результат. Если вам это интересно, то переходите по ссылке в описании, где можно будет купить билеты. Количество ограничено. А если вдруг вы не сможете попасть на сей безумие, то у вас будет ещё одна возможность встретиться со мной. 11 ноября в клубе-ресторане «Высоцкий» будет концерт моей хорошей подруги-певицы Маруси Бережной, начинающей сольную карьеру. Вы спросите, а при чём тут ты? А я отвечу, я снял для Маруси клип. Я давно хотел попробовать себя в клип-мейкинге, и наконец-то у меня появилась такая возможность, и на концерте 11 ноября пройдёт презентация этого клипа. Мы с ребятами своими силами попытались делать бодрую, надеясь заводную работу. Если есть желание повеселиться, поддержать и насладиться музыкой, переходите также по ссылке в описании, чтобы приобрести билеты. Ну а если 11 и 14 числа у вас не получится посетить мероприятие, то и это не беда. 29 ноября я буду на Red Expo. Уже 5 лет в России не было крупных игровых выставок, и вот наконец-то пришла пора это исправить. С 28 ноября по 1 декабря в Крокус-экспо будет всё. Игры, косплей, блогеры, инди-проекты и презентация от ведущих студий. Кстати, косплеерам обещан призовой фонд в 2 миллиона рублей. Ну а лично я буду 29 ноября на автограф-сессии. Кроме того, мы устроим эксклюзивный показ двух частей Нишурши для всех посетителей выставки. Помимо этого, там будет проводиться конкурс с классными призами. Чтобы узнать подробности и принять участие, подпишитесь на канал ребят. Билеты на выставку уже в продаже, и все ссылки также есть в описании. Будем ждать вас на Red Expo. В общем, в ноябре нам точно не будет скучно. А если вы не живёте в Москве, не беда. Я уверен, что рано или поздно у нас появится возможность увидеться в других городах на не менее крутых мероприятиях. Всем до встречи. Я наконец-то добрался до мультфильма «Дикие роботы» и искренне заявляю, что кажется перед нами один из лучших ААА мультфильмов за последние несколько лет. Безусловно, хочется поздравить студию DreamWorks Animation, которая, кажется, переживает свой ренессанс. И хочется верить, что довольно слабенькая кунг-фу Панда 4 была лишь случайной неудачей, и впереди у студии будет много чего интересного. «Дикий робот» — это уникальный мультфильм. Он абсолютно авторский, не основан на чужой интеллектуальной собственности и не является приквелом, сиквелом или ремейком. Это самостоятельная история, наполненная любовью к природе, жизнь и себе. И всё это происходит с точки зрения главной героини, робота Рос. Рос — это робот из сферы обслуживания, который случайно попадает в лес после некой катастрофы. Постепенно она адаптируется к диким зверям, начинает понимать их язык и заводит дружбу с местным лисом. Кроме того, Рос находит маленького гусёнка среди обломков и начинает его воспитывать. Сначала кажется, что мультфильм будет рассказывать о конфликте робота с дикой природой, а героиня должна будет адаптироваться к новому миру. Затем ты думаешь, что это история взросления маленького гусёнка. Позже возникает мысль, что Рос вернётся в корпорацию, которая её создала. Но каждый раз мультфильм удивляет, меняет направление и оставляет зрителей обескураженным, иногда даже доводит до слёз. Я плакал. Режиссёром выступил Крис Сандерс, известный по таким работам, как Лила и Стич, Как приручить дракона и Семейка Крутс. А в 90-е он также участвовал в создании сценариев для классических диснеевских фильмов, таких как Элладин, Красавица-чудовище и Король-Лев. Послужной список, не так ли? Перед нами метафоричная история о материнстве, дружбе и любви к природе. Мультфильм балансирует между мягкостью и жестокостью нищия зрителя. Здесь могут погибать животные, герои могут ссориться и расходиться, но всё это подано как яркая и трогательная притча, в которую вложена душа создателей. Дикий робот напоминает смесь Валли, Стального Гиганта и Бэмби, а визуальная часть мультфильма так и вовсе не повторима. Лес, звери и небо выполнены с акварельными мазками, создавая уникальную атмосферу. И, к счастью, фильм окупился в прокате, и хочется верить, что на стримингах он обретёт ещё большую популярность, соберёт награды и покорит всех зрителей. Мультфильм уже доступен в сети в хорошем качестве с дубляжом, так что смотрите на здоровье. Также на кинопоиске уже вышел сериал «Преступление и наказание», который представляет собой переосмысление культового романа Фёдора Михайловича Достоевского. Я относился к проекту с интересом. Мне всегда любопытно увидеть новые интерпретации классики и понять, как современные авторы могут осмыслить великие произведения. Однако после просмотра я остался обескуражен. Это тот случай, когда режиссёр делает современную постановку и в авторском угаре начинает переделывать сюжет и искать смыслы, которые не были заложены в первоисточнике. В итоге мы получаем скорее арт-эксперимент, а не прямую адаптацию романа. Если вы любите такие театральные эксперименты, когда спектакль полностью переначивает классику в современном сеттинге, то, возможно, сериал вам понравится. Но лично мне было очень тяжело его смотреть, и как зрителю, который пытался уловить шарм новой интерпретации, и как человеку, знакомому с оригинальным романом. Мне кажется, что сериал не удовлетворит ни поклонников Достоевского, ни любителей новаторского кино. Это тот тип произведений, который создаётся не для зрителя, а для самого творца и его узкого круга почитателей. В итоге авторы восхваляют друг друга в социальных сетях, но это не делает произведение интереснее для широкой аудитории. Я лично не проникся этим проектом, однако если вы хотите увидеть что-то новое, и вас не смущают нестандартные интерпретации, возможно, сериал вам зайдёт. Довольно насыщенный месяц выдался по контенту, впереди ещё много чего интересного. В мире кино нас ожидает новый фильм от студии А24, Еретик с Хью Грантом. Я лично очень жду Паддингтона 3, который выйдет у нас в официальном прокате. А в предсеансном обслуживании мы посмотрим Муану 2 и Венома 3. Уверен, будем аплодировать 15 минут стоя после просмотра. В любом случае, развлечь себя будет чем. Поэтому обязательно делитесь, что вы смотрели эту осенью, и что планируете смотреть в ноябре и зимой. Мне реально интересно. Нужно обмениваться рекомендациями, поэтому дерзайте. Что ж, пришла пора закругляться. Напоминаю, что в ноябре у москвичей будет уйма возможностей встретиться со мной. На съёмках телемагазинов, на презентации клипа и на Red Expo. Все ссылки на мероприятия есть в описании. И мы продолжаем творить и делать контент. Впереди нас ждут кинодетективы, а маньяки с кликухой Зодиак, новая часть мульта мыла о студии Pixar, и возможно продолжение мульта мыла по студии Dreamworks. Недавно ей исполнилось 30 лет, и до кучи она стала самой кассовой мультипликационной студией, так что будет о чём поговорить. Очень прошу, не забывайте про нас. Вижу, что просмотры стремительно падают из-за замедления Ютуба. Поэтому, чтобы не теряться, подписывайтесь на наш Телеграм. А если вы хотите, чтобы мы перезаливали наше видео в ВК-сообщество или на другие платформы, обязательно пишите. Хотя, если вы не можете посмотреть это видео, как вы сможете нам об этом написать. Но тем не менее, призываю не теряться и оставаться на связи. Может быть, вы бы хотели увидеть новые рубрики или форматы на канале? Книга жалоб и предложений всегда открыта. Будем стараться развлекать и делать контент вместе с вами. Надеюсь, всё будет хорошо. 13 лет как-никак. Вы очень крутые. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Всех люблю, обнимаю и прощаюсь. Всем пока. Вы лучшие. Я это говорю абсолютно честно.